Так, вот он наш юбиляр Сатурн, ну в каком смысле юбиляр? Тот, кто заставил сегодня нас сюда выпереться, сегодня он Сатурна, оппозиция к Солнцу. Так, настройки низкая светочувствительность, вроде даже на экране выглядит все прекрасно. Сатурн сейчас на самом ближайшем расстоянии до Земли 1 миллиард 345 миллионов километров за год, больше чем за год. Он уже садится за горизонт, немного размытое очертание, но в общем-то очень даже неплохо, по-моему даже на экранчике, не в окуляре, видно все вполне себе пристойно. Все, отошел, чтобы дрожание было дрожание, это я касаюсь камеры, хожу рядом при увеличении 125 крат, вот такое огромные такие колебания по кадру получается. На одной линии сейчас находится Земля, Сатурн и Солнце, как я и сказал, на ближайшем расстоянии. А где Юпитер? На ближайшем расстоянии от Земли более чем за год сейчас Сатурн. К сожалению, оппозицию Юпитера 14 числа июля 2020 года мы пропустили по объективным причинам облачной погоды. О, попали в один кадр. Не знаю, в окуляре мне видно, на мониторе будет хватать. Сейчас по углам разнесены, хорошо поехали к Юпитеру, а то он сейчас как вчера спрячется. Облачка, ну вроде облачков там сейчас нет, но рисковать не будем. Сейчас камера сядет, чем какая-нибудь приключится у нас билля. А хочется снять весь парад планет, Сатурн мы зафиксировали. Красавец наш сегодняшний повод для торжества. Так, резкость пробуем на Юпитере. А есть ли на Юпитере резкость? А есть ли жизнь на Марсе? Никакой жизни на Марсе нет, никакая жизнь вся на Земле. Так, сейчас попробую штативом, что ли, навестись. Ну, прогресс, перестал называть штатив 3.0. Так, при таких настройках хочется рассмотреть полосы. Упитера, может быть, уже поздновато, он слишком низко к горизонту Юпитер. Но, по идее, может быть, что-то видно. Ну, а нет, так нет. Посчитаем просто словно нятку в копилку наших пародистов. Участник пароды, это кто? Пародовой пародист. Ну, точно не пародист. Не, не могу ничего навестись лучше. Спутников, конечно, при таких отошел. Даю возможность Юпитеру по кадру самому пройти, опускаясь за горизонт. Так, сейчас я быстренько пройдусь по другим планеткам. Попробую еще на высоких светочувственностях снять, дабы окружающую обстановку еще было видно. Это добавляет, конечно, колорита, хотя забирает четкость у планет. Добавляем какое-то сияние аномальное. Так, сейчас буду стрелять в Марс. Да, как написали мне в комментариях. Practice makes perfect. Практика приводит к совершенству. В общем-то, даже дико нервничая по поводу этой тряски. принужден признать, что когда, по крайней мере, попадать на ощупь, стало попроще. В темноте в эти планеты. Ну, отрезка, ребята, что ж ты сделаешь, 125 град. Крат, это вам. Сейчас. Вот Марс. Так, что у нас там? До Випитера было 619 миллионов километров. То есть не было, а сейчас есть. Сейчас попробую резкость, извиняйте. Все, ушел, по-моему, как есть. Колеблется от всего, от муравьев, от касания, от того, что я через нос дышу. О, блин. Любое действие используют как повод для трески кадра. Ну и все. И он у нас вообще замечательный кадр. Это Венера. Серповидная, освещенная с одной стороны солнышком. Которая скоро уже взойдет. Которая напоминает, что мне уже пора на работу. Двух часов ночи торчу. Подожди, я же не сказал, сколько времени сейчас, да? Вот два часа ночи было фактическое противостояние. Солнце. Аккуратно в это время я приехал, а это дело снял. Так, а сейчас опять с резкостью поиграюсь. Ну, пускай вот так. В общем, всю ночь снимал. По-моему, дрожит даже от того, что трава растет. Ужас какой-то. Ох, я как я сейчас. Какие слова про себя. А сколько про фотоаппарат, то проси бы. Чтобы видеозапись не запорвать. Такая абсолютно миксика. Все. Наслаждаемся на сколько секунд. Все зелене может жить. Альдебаран еще. До Венеры. Ай-ай-ай. По-моему, 69 километров. А где Альдебаран? А вон Альдебаран. Все. Альдебаран одна штука. На восходе уже зарело. Начинается. Всю ночь я снимал. С длинными выдержками. Большую медведицу. С кометой Нео Вайс. Но это только фотография. Ладно, сейчас пойдем. С высокими. Настройками светочувствительности. Поснимаем. Будет окружающая обстановка. Получше видно. А, время обещался, да? 3.34. Какое хорошее время по Киеву. В Харькове. 21 июля.